здравствуйте дорогие друзья ролик предоставлен нашим посетителям подписчикам большое спасибо хороший ролик здесь представитель тиньков пытается изо всех сил выкручиваться когда ему задают конкретные полноценные вопросы которые может задать любой гражданин вот этот персонаж врет как дышит будем слушать вместе я до конца не слушал выдержки послушал мне понравилось я буду по ходу дела оставлять комментарии и собственно говоря в процессе этого всего праздника словесного попытаюсь комментировать все что происходит в контексте этого разговора и так поехали банк тинькова звонил отдел до судебного урегулирования старший кредитный инспектор богаудинов ренат рашидович я по поводу ваших обязательств звоню галина сергеевна вам банк требования выставил по оплате общей суммы долга вам сейчас необходимо оплатить 102 тысячи 47 рублей 27 копеек то завтра соответственно до 30 числа галина сергеевна вы готовы гарантировать поступление денежных средств и соответственно оплатить эту сумму нет не готова а что случилось у вас но блин ну олигарх не дать не взять сто две тысячи как знаете как 500 рублей что случилось да где-то подметала метелка замахнула куда-то там под стол завалилась сегодня как-то так мне не удел поднимать стол смотреть наверно следующий раз сто две тысячи какая чепуха что случилось а просто так между делом у тебя у самого когда-нибудь сто две тысячи было чудо ты горохова что случилось почему а почему у вас отсутствует денежные средства потому что я не работаю у вас в базе да это есть а муж работают важен а может работают да что ему мешает помочь вам оплату ваш бюджет общая правильно да понимаю и что мы тратим на ребенка на семью пока денег на кредит нет денег на кредит нет да вы в курсе да надеюсь что если банк воспользуется своим правом обратиться в суд то супруг ваш он в данной ситуации несет солидарную ответственность по вашим долговым обязательствам это вы знаете да насколько я понимаю сейчас этот умник пытается применить 45 статью семейного кодекса российской федерации давайте посмотрим что там написано итак статья 45 семейного кодекса российской федерации обращение взыскания на имущество супругов по обязательствам одного из супругов взыскания может быть обращено лишь на имущество этого супруга при недостаточности этого имущества кредитор вправе требовать доли супруга должника которая причиталась бы супругу должнику должнику при разделе общего имущества супругов для обращения на нее взыскания и так расшифрую да в двух словах крупное имущество вот предположим супруги разводятся что они делить будут между собой вот эти вот это вот имущество да как вариант но внимательно читаем дальше я всегда говорил не нужно читать только лишь заголовки и первые строчки нужно вникать поехали в часть 2 этой же статьи взыскание обращается на общее имущество супруга супругов по общим обязательствам то есть если одна из один из супругов брал кредит а второй этого не дело то нет и общих обязательств а также по обязательствам одного из супругов но ничего страшного если судом установлена вот здесь ключевой момент что все полученное по обязательствам одним из супругов было использовано на нужды семьи понимаете да такая петрушка то есть тут должны быть какие-то следственные мероприятия там проводится расследование инициатором который должен быть естественно только лишь банк у которого в случае тинькова даже нет клиентского офиса не говоря уже о том чтобы кто-то видел живых его сотрудников до кроме голосов из трубки это раз во вторых как можно доказать что вот какой-то там допустим телевизор или стиральная машинка были приобретены на деньги которые они получили вот от этого банка понятное дело при нормальном подходе грамотном это все можно совершенно спокойно замаскировать если даже учесть что этот телевизор либо там еще что-либо были было приобретено на деньги вот эти кредитные элементарно ну во всяком случае что касается наших клиентов мы совершенно спокойно можем обезопасить любое их имущество они ничем не рискуют вот ну давайте слушать дальше этого идиота жопа давайте в суд я бы вот знаете хотел с вами составить заявление точнее чтобы вы мне прислали копию моего договора так а вы что не помните когда договор заключали или что а нет у меня в том и дело что его нет у меня просто нет но смотрите что касаемо тарифного плана условий комплексного банковского обслуживания это как бы я вам направлю не проблема а вот что касаемо копию заявления анкеты но сергей на который вы подписывали вам необходимо будет банк самостоятельно обратиться во свободной форме письменно фотолики поaron почтойários и годы по почте россии почему надо с уведомлением вот вам нужно будет тогда probable обратит чтобе был предоставлен итог письменной форме надо обратиться в транспортнем новые о том что я хочу получить копию своего договора от она копия заявлению анкеты нет заявление по hocам Условия обслуживания и тарифный план я вам отправлю. Я понимаю, но вот вы ссылаетесь всегда в смс-сообщениях о том, что у меня есть какой-то кредитный договор с вами. С вами я заключила только анкета, заявление, оферты и всякое приложение. Это и есть, собственно, договор. Оферта не является кредитным договором. На основании чего, простите? На основании того, что это не кредитный договор. Ну, где это написано, вы мне можете сказать? На основании сложных филологических исследований, дурачок. Анкета – это анкета, а договор – это договор. Точно так же, как ложка – это ложка, а вилка – это вилка. Телевизор – это телевизор, а радиоприемник – это радиоприемник. И не может радиоприемник являться телевизором, потому что он радиоприемник. Точно так же, как не может анкета являться договором. Все очень просто, и тут даже закон не нужен, просто включаем голову и соображаем, и так дальше поехали. В наших законах, смотрите, когда мы получаем карту, даже дебетовую карту, на которой в Сбербанке, в любом другом банке, на которой мы получаем даже заработную плату, мы составляем договор. А обслуживание даже этой карты, у меня даже этого договора нет. Вот я и хочу получить, чтобы у меня было написано, мой кредитный лимит в этом договоре, моя ставка, за просрочки какая сумма взымается. То, что у меня есть ангелы, это вообще вот как бы... Ну, только тарифный план у вас есть, где указано, с каких у вас правах. Бога, вот этот шифр, мне это в договоре, я очень хочу его увидеть. Какие правильные слова автор сейчас озвучивает, да? И тут действительно, даже если абстрагироваться от безумия всех этих теньковских звонилок, вроде на секундочку поверить, что они там близки к правде, то я скажу, ну, так давайте, в их защиту, совсем чуть-чуть в их защиту, что да, может быть, имеет место быть вот эта вот байда, вот эта бумажная, но в формате приложения к договору. То есть, должен быть договор, в котором указывается, перечисляется приложение, и как вариант, условия обслуживания, и график, и так далее, но только в приложении к договору, так и никак иначе. И вот это закон. Просто вы понимаете, Галина Сергеевна, ваш договор, да, составлен на основании 434-й статьи Гражданского кодекса, Галина Сергеевна. Заметили, да, друзья? Затроил чувачок, волноваться начал. А имя отчества собеседника стал повторять, это четкий психиатрический такой факт, подтвержденный докторами. А теперь давайте я прокомментирую его заявление, на основании которой статьи был составлен, как он сказал, договор. Ну, то есть, он утверждает, что договор составлен на основании 434-й статьи Гражданского кодекса Российской Федерации. И мы с вами открываем эту статью и читаем. ГК РФ статья 434. Форма договора. Вроде сейчас пока все правильно. И если не вникать в суть происходящего, в суть написанного, то действительно можно подумать, что он прав. Самое интересное, что он так и считает, что он прав, потому что ему так преподнесли. Но давайте, скажем так, посмотрим безучастно на суть этого всего. Итак, поехали. Часть первая. Договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма. И вот здесь все становится ясно, если с юридической позиции посмотреть, а со статьями нужно работать расширенно. И смотрим, в какой степени важности нам нужно учитывать данные обстоятельства заключения договора. Ага. То есть мы сдавали башмаки в ремонт? Мы покупали мебель? Или может быть даже автомобиль покупали? Нет. Мы брали деньги в долг в кредитной организации, имеющей лицензию Центробанка России. В этой связи эта организация должна осуществлять свою деятельность на основании закона о банках и банковской деятельности. Закона о банках и банковской деятельности. Так вот, закон о банках и банковской деятельности четко и конкретно регламентирует вот эти договорные отношения между банком, кредитным учреждением, коммерческой структурой и физическим лицом. А именно, что данные конкретные отношения, сейчас простым языком, в формате «дал взял», должны фиксироваться кредитным договором, либо долговой распиской. Так и никак иначе. Вот такая Петрушечка. Ну давайте послушаем, что он еще может нам сказать. То есть данные заявления анкеты, подписанные вами, которые вы в руках... А заявление это приняется к таким договорам, что ли? Да. А, да? Галина Сергеевна, вы в интернете, что ли, ну, стали увидели? Нет, я не в интернете почитать, я просто хочу сходить к своему хорошему юристу, чтобы он... Пожалуйста, я хочу с банком общаться через Почту России. То, что вы мне присылаете на электронную почту, у меня ее взломали. У меня ее на данный момент нет. Яс, мы на Почту России направим, не проблема. Хорошо. Галина Сергеевна, что касаемо заявления анкеты вашего. Вот это заявление анкеты, подписанное вами, вот она как раз содержит все существенные условия договора, кредитования. А датой начала действия договора является дата активации карты. И вот эта вот цитата многих ставит в тупик, знаю по себе, ну, в формате разговоров, бесед с нашими клиентами. Но дело в том, друзья мои, что процитировал-то он как раз строчку из той самой анкеты, а не из какого-либо закона. То есть, в свое время в типовом бланке была прописана эта строчка. Звучит красиво, жизнеутверждающе и вроде как расшибает все аргументы в пух и прах. Любое противодействие. Но еще раз повторю, эта фраза настолько же красива, насколько и бесполезна в случае судебных каких-то разбирательств, да и вообще правовых каких-нибудь разбирательств. Она зачитана с документа, который не имеет никакой законной силы. Она зачитана с той самой анкетой. И придумана каким-то человеком, не имеющим никакой юридической власти и не облеченным той самой властью. А звучит круто и, казалось бы, может быть поставить в тупик кого-нибудь. Но еще раз повторю, это цитата из той самой анкеты, которая в принципе не имеет никакого юридического веса правового. Итак, дальше послушаем. Поэтому я думаю, что этот вопрос, что у вас не заключен договор, как вы утверждаете, здесь больше мы не вернемся к этому вопросу. Нет, мы вернемся к этому вопросу, до тех пор будем возвращаться, пока я не увижу договор. Хорошо, пока вы получите этот договор, Галина Сергеевна, вам все равно в любом случае необходимо оплатить денежные средства. Так как предъявление каких-либо претензий у вас от оплаты не освобождают. Хорошо, у меня нету 102 тысяч рублей. Да нет, здесь автор не прав немножко. Здесь дело даже не в том, что есть 102 тысячи рублей. Нет, а есть четкий конкретный закон. В данном конкретном случае это федеральный закон о защите прав потребителей. Статья 29. Пожалуйста. Я прокомментирую. Предоставление документов ставится в обязанности. То есть, вы же не будете приобретать, платить за мясо, если вам не предоставят сертификат качества или за какой-то любой продукт. Сейчас такой, знаете, очень черновой пример. Также и здесь. Вы обнаружили недостатки. Обнаружили документально, пускай не подтверждено. И вы требуете доказательства того, что недостатка этого нет. И вы вправе приостановить платежи. И здесь полностью ваша правовая оценка ситуации подтверждена тем самым федеральным законом о защите прав потребителей. Банк оказывает вам услугу. Вы потребитель, вы потребляете эту услугу. Услуга в сфере кредитования. Так вот, а вы обнаружили недостаточно компетентную, корректную оказанную услугу. И, естественно, можете приостановить выполнение того самого договора, который, кстати говоря, вы еще и в глаза не видели. Совершенно законно. И дело даже не в наличии здесь 102 тысяч или вообще какой-либо другой суммы. И здесь стоячок не прав. Слушаем дальше. А давайте в суд. Ну давайте обсудим варианты, как можно решить вопрос. Ну какие варианты могут быть? Я не... Давайте обсудим. Или вы не будете платить. Вот завтра я не отказываюсь платить ни в коем случае. Зачем вы сейчас так говорите? Я отказываюсь. Я не отказываюсь. Ну вот поэтому, вот поэтому. Давайте обсудим варианты, что можно сделать в вашей ситуации. Ну какие... Для начала, что у вас случилось, расскажите. Почему оплата не поступает в банк? Вы не работаете, да? Муж работает. Подождите. В смысле не поступает оплата в банк? Я что, не платила... Что это образом? Подождите. Я с 19 июня заплатила 15 900. Хорошо. Это мало. Следующая оплата должна быть до 12 июля. Правильно? Общество долго надо оплатить до завтра, Галина Сергеевна. Понимаете, какая ситуация? А, общество... Но в любом случае, давайте обсудим варианты, как можно решить вопрос. Банк, в принципе, да, имеет право обратиться в суд, получить судебный приказ. Хорошо. В рамках которого, соответственно, Галина Сергеевна, вашим вопросом уже имеют право приставы судебные. Дать бога, я только буду рада государству мчаться. Ух, как они любят пугать несведущих людей вот этим самым судебным приказом, еще добавляя в одностороннем порядке. Итак, мои комментарии. Ни один суд... Подчеркну, мои комментарии как юриста. Ни один суд не будет признан... Ни одно решение суда не будет признано законным, если это не истинно состязательный процесс. Это раз. Во-вторых, судебный приказ на основании 126 статьи, как выпускается, так на основании 128 и 129 статьи, отменяется. И знающему человеку это сделать ровно 10 минут. Причем не нужно даже объяснять судье, почему вы не согласны с судебным приказом. Просто формулировка «не согласен с данным судебным приказом». Для разнообразия можно написать «не согласен с суммой», «не согласен...» Вообще ничем не согласен. И все. И 100% этот судебный приказ будет отменен. Тиньков этим грешит. По моему опыту, 90% всех судебных разбирательств именно сакцентированы на судебном приказе. Дальше уже они не идут, как правило. Но если идут, то нашим клиентам все равно ничего не грозит. Ну а остальные, я уже за остальные их не отвечаю. Но давайте послушаем дальше. Почему вы будете рады, Галина? Я очень положительный гражданин Российской Федерации. И я прекрасно осознаю, что сейчас происходит. Ну у меня нет денег. У меня нет работы. Я сижу дома. Я не могу найти работу, что... Ребенок болеет постоянно. Вы знаете, сколько лекарств стоит сейчас? Знаю. Ну вот. В том-то и дело. Давайте перейдем все-таки к решению вопроса. Какие решения? Присылайте мне договор. Я буду со своими юристами разговаривать. С какими юристами? Откуда у вас деньги на юристов? Для начала мне скажите, Галина Сергеевна. А это мои родственники, юристы. А почему же они вам финансово тогда не помогут, ваши родственники, юристы? А почему? А они что, обязаны мне финансово как-то помогать? И что я должна... Все-таки родственники ваши. ...хотить распространяться о том, что я что-то должна кому-то. В принципе. А что еще раз? Я говорю, должна ходить распространяться о том, что у меня отношения с банком Тинькофф есть. Ну если у вас финансовые проблемы, наверное, стоит попросить помощи, если вы сами не можете исполнять обязательства свои. Я не хочу просить помощи. У меня есть более важные потребности в жизни, куда я могу потратить. Ясно. Ну просто в ближайшее время, Галина Сергеевна, если банк своим правом воспользуется, обратится в суд, возможно, вы уже не сможете эти потребности удовлетворять. Хорошо. Потому что если вопросом будут заниматься приставы, меня не перебивайте, пожалуйста, Галина Сергеевна. Хорошо? Конечно. Мы с ним конструктивно же общаемся. Конечно, естественно. Значит, смотрите, если, соответственно, вопросом будут заниматься приставы, вас никто, Галина Сергеевна, не будет спрашивать, сколько и когда вы будете оплачивать. Будут, чувачок, будут спрашивать. Пригласят и спросят, Галина Сергеевна, как дела, что, почему, сколько можете. Понимаете, уважаемые господа теньковцы, бестолочевые, неразумные. Дело в том, что задача пристава как раз таки и выяснить платежеспособность должника официальными и околоофициальными методами. И уж тем более судебный пристав не испытывает никакой натуральной злости к должнику. Чем меньше рутины у судебного пристава, тем лучше. Когда должник ему скажет, что я могу платить по 500 рублей, то два варианта ответа. Вот в данном конкретном случае, если взять, что у человека нет никакого официального дохода, судебный пристав вероятнее всего скажет, вообще ничего не платить, я ей через 2-3 месяца исполнительное производство закрою, в связи с отсутствием официального источника дохода. Либо скажет, сплатите по 500 рублей. И в этом случае эти 500 рублей будут уходить на реестр судебных приставов. И где-то через полгода сумма, которая будет скапливаться на реестре, будет уходить на погашение той самой суммы за должности, которую определят в суде. И это ключевой момент. А не те деньги, которые требует банк в досудебном, как он выражается, добровольном формате. Слышали, да, в процессе разговора? 15 тысяч заплатила, а это ломало, отвечает он ей в ответ. Итак, еще раз повторяю. Судебный пристав на основании закона обязан вставать на сторону более слабой и менее защищенной стороны. Точно так же, как и судья. И пускай этого не происходит в большинстве случаев, но я вынужден заметить, это не происходит только в том случае, если та самая более слабая и менее защищенная сторона не заявляет о своих правах. Если же эта сторона заявляет, либо пользуется услугами, как уже было понятно сказано, юристов, то, поверьте, это происходит так, как выгодно той самой более слабой и менее защищенной стороне. И тем самым создаются условия, когда банку выгодно отказаться от претензий. И понимая это отчетливо, банк, как правило, не подает в суд, а ограничивается только судебным приказом. И как только приказ отменяется, самим должником, либо представителями, юристами, писать исковую претензию в суд, как правило, Тинькофф отказывается. А если уж у него есть основания думать, что на стороне ответчика работают качественные, грамотные, высококвалифицированные юристы, такие как компания Алям, то, поверьте, вероятнее всего банк вообще бросит заниматься этим человеком. И максимум, что грозит этому человеку, вот такие вот звоночки. Просто кому как, кому нравится, а кто просто может симку поменять. Вот и вся, как говорится, проблема. Ну давайте еще послушаем, что же он там ей расскажет. Да, конечно. И не будете предлагать каких-либо выходов при ситуации. Я не закончил. Я не закончил. Да, конечно, простите. В дальнейшем приставы имеют право наложить арест на ваше имущество и удерживать до 50% вашего дохода. В том числе, провести арест счетов и ограничить выезд до границы. Галина Сергеевна. Я думаю, просто все эти последствия, они не стоят. Не стоят того. Может быть, проще договориться, решить этот вопрос в добровольном порядке для вас? Как вы думаете? Вы закончили? Да. Вот смотрите, какая ситуация. Во-первых, к границу я не выезжаю. Это раз. Во-вторых, имущества у меня как такового нет. Это два. Заработную плату я не получаю, так как не работаю. Это три. Так что я нищая. Мне взять нечего. Когда у меня были деньги, я платила. И вы можете это увидеть, что я никогда не просрачивала за... В декабре это началось. Начались проблемы финансовые в декабре. Вы можете это увидеть. Потом оплатили, и потом проблемы усугубились. На данный момент у меня нет сто двух тысяч рублей. Но хотя я могу продать почку свою, если вот так нужно, прям необходима банку Тинькофф, чтобы я продала почку. Галина Сергеевна, я вот с вами пытаюсь договориться, решить вопрос. Я говорю, ну хорошо, нет у вас сто две тысячи. Но давайте обсудим варианты решения данной проблемы. Вы сразу начинаете, когда дело доходит до решения, вы начинаете тему переводить, понимаете? Не, чувачок, это ты переводишь тему. На самом деле она выслушала тебя совершенно воспитана. Понимаешь, и не перебивала. И на все вот эти твои голословные заявления дала аргументированный ответ. Знаешь, что не хватило? Под затыльника, шлепка под затыльника тебе, либо пендали пыром. Потому что ты понял, что здесь ты проиграл. И сейчас ты начинаешь троить еще больше и говорить, что она там куда-то уходит от разговора. Человек просто продемонстрировал, что она неприступна, что с нее взять нечего. На ее месте я единственное бы не говорил, что я нищая. Я бы просто посмеялся и сказал, что у меня есть деньги на себя. Достаточно много денег. А вот официальных средств у меня нету. А только лишь на основании наличия официальных средств действует судебный пристав. И сейчас ты будешь говорить о добровольном порядке. Ты сам себя послушай. Я знаю, что ты слушаешь этот ролик. Давай дальше поговорим. В смысле до решения? Я им говорю, давайте в суд, пришлите мне. Вот я сейчас хочу, чтобы вы как-то зафиксировали у себя то, что я требую от банка. Кредитный договор. Ага, так. Ну я зафиксировал, Галина Сергеевна. Я вам уже объяснил, что делать. А теперь давайте по поводу все-таки оплаты и решения. Хорошо, денег нет. Если нет, у нас всей суммы долга. Может быть, хотя бы на частичную оплату тогда договоримся. Ну вот у меня в кошельке 50 рублей лежит. Что мне 50 рублей помню? Это совсем не серьезно, Галина Сергеевна. Ну так о чем я вам говорю? Давайте хотя бы, может быть, минимальную сумму внесете. Какую минимальную сумму? И вот тут, друзья мои, я хочу предостеречь. Ни в коем случае, ни в коем. Боже вас упаси, вестись вот на этот развод. Внести какую-нибудь меньшую часть. Это просто выбросить. Выбросить на ветер. В никуда. Я вам серьезно говорю. Это просто до такой степени будет безрассудное решение. Найти эти 6 тысяч, или сколько бы там они ни говорили, и заплатить этого никуда. Поверьте. Вот хотели бы вы взять, открыть форточку и выбросить деньги в форточку. Вот то же самое. Лучше пойдите, как я всегда говорю, в храм отдайте. Или там нищим, в детдом отнесите. И еще что-то. Но только не вот это. И вот сейчас пошел тот самый развод, на который ведутся очень-очень многие, друзья мои. Очень многие ведутся. Сейчас пошло то, с чего банк получает основные свои барыши. Понимая, что 102 тысячи человек сразу не принесет, это крайне редко бывает. Они вот так вот давят, давят. А потом якобы какие добрые договариваются на 6 тысяч. И вы не представляете. Я вам серьезно, со всей ответственностью заявляю. Сколько людей ведутся вот на это и несут вот эти вот копейки, думая, что с них слезут. Не слезут никогда. Это подписать себе добровольное нахождение в финансовом рабстве. Вот такая вот фигня. Да нет, я денег. Вот если они появятся в июле, если муж заработает, дай бог, то я в жизни же внесу деньги. Ну а может быть действительно обратиться к помощи родственников, решить сейчас с Галины Сергеевны, а муж потом оплатит, рассчитает с ними. Только вы поймите, если мы сейчас с вами договоримся и вопросы решим каким-то образом, то вам следующую оплату нужно будет не до 12-го производить в июле, а до 12-го августа. Вот целый месяц в запасе будет. Ну и что? Ну нету сейчас денег у меня, молодой человек. Вот я вам объясняю. Я понял. Я вас поставил в известность, Галина Сергеевна, но с вами договориться не получается. У вас на все один ответ, у вас нет денег. Однако вы на что-то живете, вы оплачиваете коммунальные услуги, вы содержите ребенка, покупаете ему лекарства. При желании огромном, Галина Сергеевна, эти деньги найдете моментально. Тем более у вас есть родственники, вы просто не хотите к ним обращаться. Вы это сами сказали. Я бы вас в любом случае, Галина Сергеевна, поставил в известность о последствиях неоплаты, чтобы у вас потом претензий не было. Вам удачи, всего доброго, до свидания. Спасибо большое. Ох, мырь какой. Я вообще считаю, что у таких вот ушлепков просто нет детей наверняка. Ну как так можно сказать, вот то, что он сказал, у вас есть деньги на то, чтобы содержать ребенка, покупать ему лекарства, а в банк вы бессовестная такая, деньги не несете. Как можно расставить приоритеты, даже вот как-то так вот, по ошибке Бряклов в такую билиберду. Тиньков, Олег, гордись своим штатом, тут нечего сказать. Ладно, друзья, все возможные комментарии, я думаю, были в формате звучания этого ролика предоставлены. Автору огромное спасибо. Ни в коем случае не надо ничего им платить. Я обращаюсь сейчас к автору, обращаюсь ко всем людям, кто недавно на нашем канале. Посмотрите видео на нашем сайте, чтобы вам все стало понятно, почему не надо платить, почему это можно совершенно спокойно сделать, почему вы в законе, а не вне закона. Ссылочка на наш сайт, на котором выложено видео, находится в описании любого ролика, этого в том числе. Также для вашего удобства, в правом верхнем углу трансляции сейчас выйдет кликабельная подсказочка. Вот она. Нажав на нее, вы попадете на наш сайт, на сайте выложено видео, как устроена работа кредитных юристов компании Алям. И чем платить вот этим вот упырям, а деньги в никуда, лучше заключить с нами договор, чтобы мы вас в течение 12 месяцев вывели в правовом, повторяю, строго в правовом поле, применяя 100% законные методы, состояние, когда банку будет выгодно самому отказаться от претензий. Поверьте, такое сделать элементарно легко. Обладая определенной юридической компетентностью, она у нас достаточно серьезная компетентность. Потому что работают очень высококвалифицированные специалисты. Компания Алям является одним из крупнейших юридических операторов на территории Российской Федерации. Работаем мы со всеми регионами России, начиная от Сахалина и заканчивая Калининградом. Все, что на территории Российской Федерации, пожалуйста, мы сможем легко вам помочь. Как это устроено, действительно, повторюсь, отправлю вас на видео на нашем сайте. Еще раз для вашего удобства, сейчас в правом верхнем углу выходит кликабельная подсказка в очередной раз. Посмотрите, пожалуйста, видео на нашем сайте. Вот эта подсказка. После чего ставьте заявку в форме на сайте, и вам перезвонят наши специалисты. Специалисты будут звонить с телефона, который на сайте в правом верхнем углу указан. И после регистрации, также, когда вы оставите заявку, вам на электроночку придет письмо ответное, где также будут указаны телефоны наших специалистов. Пожалуйста, забейте эти цифры к себе в телефонный аппарат и ждите в рабочее время звонка юриста. Он с вами побеседует, расставится точки над «и», и вы сможете принять то самое важное, правильное решение. Ну а тем, кто хочет со мной поближе познакомиться, я предлагаю послушать мои обращения, которые на нашем канале тоже есть. Уже сформировался целый плейлист. Ссылочка на этот плейлист в правом верхнем углу трансляции сейчас выходит. Вот она. Я там отвечаю на многие вопросы, которые мне задают в комментариях, в личке, на почту пишут. Таких видео несколько десятков. Пожалуйста, посмотрите, это интересно. Ну а всем остальным я предлагаю поставить лайк, написать комментарий, то, что вы думаете по поводу вот таких вот способов взыскания, якобы законных. Ну и, конечно же, репост в соцсетях. Это обязательно, для того, чтобы как можно больше количества людей узнало всю правду. Ну и вступайте в группу ВКонтакте. Ссылочка на группу в описании этого любого другого ролика. ВКонтакте в нашей группе все ролики с канала YouTube этого дублируются. Если вам удобнее, смотрите через ВКонтакты, слушайте, обрастайте знаниями. Ну а с вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания АЛЯМ. Всего вам доброго, друзья. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok